Сегодня в Казани суд поставил точку в громком процессе по делу о крушении теплохода Булгария. Жертвами трагедии на Куйбышевском водохранилище стали 122 человека. Все фигуранты получили реальные сроки. Директор компании, которая арендовала судно, чиновники из Ространснадзора и старший помощник капитана знали о плачевном состоянии Булгарии. Однако круиз так и не был отменен. С подробностями из зала суда Светлана Костина. Кажется, словам судьи не верит никто из присутствующих. Одного из фигурантов дела освобождают прямо в зале. Эксперт российского речного регистра Яков Ивашов приговорен к пяти годам заключения. Но он выходит на свободу по амнистии. Именно этот человек разрешил неисправному судну перевозить пассажиров. Я не сомневаюсь, что приговор справедливый, что он законный, но то, что справедливый, конечно, нет. Как можно было Ивашова выпустить в зале суда, несмотря на такие многочисленные жертвы, беременные женщины, дети? Кстати, потерпевшие уже заявили, что будут обжаловать решение суда об амнистии. Что же касается остальных фигурантов дела, то все они отправятся в колонию общего режима. Светлана Янякина, субарендатор судна, приговорена к 11 годам заключения. Это чуть меньше, чем просила ранее сторона обвинения. Суд признал, что именно Янякина была ответственной за техническое состояние судна. В свой последний рейс Булгария вышла с неисправным двигателем и креном на правый борт. Также на корабле не работал топливный насос, и члены экипажа были вынуждены вручную ведрами заправлять соляркой расходный бак. Янякина знала обо всех неполадках и ничего при этом не предпринимала. В итоге погибли 122 человека, из них 28 детей. Я дочь беременную потеряла. Разве это можно? Я двоих потеряла. И единственная дочь. Сотрудники Ространснадзора Владислав Семенов и Эрик Тимиргазеев получили по 5,6 лет лишения свободы соответственно. Семенов непосредственно выдавал разрешение на эксплуатацию судна. Причем поначалу он отказался это сделать. Состояние Булгарии было плачевным. Но позже его начальник Тимиргазеев настоял, чтобы все документы были оформлены. Старший помощник капитана Рамиль Хаметов, который весь процесс находился под подпиской о невыезде, приговорен к 6,5 годам лишения свободы. Он, по мнению суда, во время шторма мог спасти судно, но этого не сделал. Хаметов также знал, что Булгария неисправна. На судне не работали средства связи. В момент крушения капитан не смог подать сигнал бедствия. Адвокаты уже заявили, что будут обжаловать приговор. А вот сторона обвинения еще не приняла окончательное решение. Какие-либо оценки действия суда давать преждевременно, ввиду того, что нужно сначала внимательно изучить приговор, который был сегодня вынесен. После этого будет решаться вопрос объема обжалования. Сколько бы им ни дали, для нас, для нас потерпевших, эти сроки будут всегда малы, всегда недостаточно. Потому что вернуть тех, кого они сгубили, к сожалению, нельзя. Наша жизнь поломана. Суд сегодня озвучил размер компенсации потерпевшим. В общей сложности подсудимые должны выплатить около 50 миллионов рублей. 10 июля исполнится ровно три года с момента трагедии. Прямо напротив места крушения появился мемориал. Мраморная плита с именами погибших, цветы, детские игрушки и фотографии. Последние фотографии из последнего путешествия. Затонувшее судно – самое главное вещественное доказательство в этом деле. Вот уже три года оно стоит неподалеку от места, где и произошла трагедия. После оглашения приговора Булгарию можно будет утилизировать. Светлана Костина, Олег Матюшин, Анатолий Минеев и Христина Иванова. Первый канал. Казань.